здравствуйте коллеги напишите плюс если звук есть видео есть презентация есть так что-то плюсы плюсы я не вижу но вижу челябинск вижу сочи так ну пожалуйста напишите плюс в чат если со звуком все хорошо отлично отлично плюсы пошли все замечательно сегодня на вебинаре я покажу а как же провести дистанционное занятие со студентами используя при этом некоторые вам знакомые инструменты и социальные сети и мессенджеры такие как вконтакте whatsapp telegram также такой сервис расскажу покажу такой сервис как zoom и то как же в этом всем участвует платформа образовательная юрайт отлично напишите плюс если среди присутствующих уже есть преподаватели у которых есть опыт проведения дистанционных занятий и работе в онлайн напишите плюс кто уже работал и минус кто не работал дистанционно много звука звука нет пишут многие пишут звука нет сейчас я попробую переподключиться чтобы звук появился у кого то есть у кого то нет сейчас попробую еще разок переподключиться так все я вернулся надеюсь звук звук сейчас надеюсь появится сейчас я просто выходил все теперь есть ура отлично мы починили звук супер но как всем известно на платформе вебинар ru сейчас проходит очень много мероприятий поэтому них есть некоторые проблемы с сервера иногда такое бывает со звуком ну что ж я возвращаюсь отлично есть много те кто уже использовал онлайн инструменты для ведения своей преподавательской деятельности кто-то уже проводил дистанционные занятия обязательно тогда вступайте в наши группы в вконтакте и в фейсбуке современные преподаватели делитесь своим опытом чтобы вместе победить эту сложившуюся сложную но тем не менее очень интересную ситуацию ну что ж перейдем к вебинару дистанционное занятие план вебинар у нас такой очень кратенько буквально минут пять я расскажу теории а далее все остальное оставшееся время посвятим именно практической части я покажу от и до как все зарегистрировать как передать информацию студентам как завести и провести дистанционное занятие и далее отвечу на вопрос ну что ж теоретическая часть чтобы провести и работы провести занятия со студентами работать с ними удаленно естественно нам нужно как с ними общаться и если ваша лмс система вуза не позволяет проводить такого общения то предлагаю воспользоваться чатами беседами сообщениями в контакте ватсапе телеграме и другими часто я слышал используют слаг даже в вузах прям внедрено использование чата слаг так что рекомендую эти мессенджеры почему потому что в контакте практически все студенты зарегистрированы они там есть ватсап практически опять же у всех за у всех загружен на телефон у всех практически есть этот мессенджер также телеграм но как мы знаем он немного заблокирован на территории российской федерации поэтому у кого-то он может работать у кого-то не работать но тем не менее там тоже достаточно много обитает студентов далее что нам понадобится еще группа студентов на платформе юрайт я хотел сегодня продемонстрировать вам новые возможности платформы но как я думаю многим известно сейчас по некоторым техническим причинам сайт юрайт ru и библион онлайн ru не работает поэтому у меня не получится показать новый функционал я буду показывать это на старом тестовом сервере на старом тестовом сайте с ограниченным функционалом там не будет в текстов книг практически у всех не будет обложек но в целом будет понятно как же действовать немного расскажу подробнее что это за новый функционал то есть вы сможете на нашей платформе создать группу прикрепить туда ссылку на чатик для общения будь это ссылка из контакте из ватсапа телеграма либо или любого другого мессенджера и поделиться с студентами этой ссылкой поэтому и когда они по ней перейдут они автоматически добавятся к вам в группу на нашей платформе они увидят специальную кнопочку связаться с преподавателем куда они перейдут в чат созданный вами для общения и таким образом мы постараемся упростить ваше дистанционное взаимодействие следующий пункт что необходимо для проведения дистанционного занятия это материалы естественно я предлагаю использовать сервис гибких курсов нашей платформы тоже расскажу немного подробнее далее использовать те кейсы заданий деловые игры которые есть в наших учебниках там много чего интересного также использовать тесты наши тесты адаптивные тесты которые есть на нашей платформе в качестве самостоятельной работы студентов и естественно чтобы провести дистанционное занятие чтобы общаться со студентами и желательно группы студентов вам необходима платформа чтобы с ними связаться я могу предложить сейчас достаточно три распространенных платформы это zoom это skype и это вебинар сейчас я расскажу немного подробнее об этих платформах проведу некоторое сравнение что касается количество участников которые могут одновременно общаться если говорить о зум то это до 100 человек на бесплатной версии я говорю сейчас про исключительно про бесплатные версии скайпе это может быть до 50 на вебинар руб бесплатной версии до 5 то есть достаточно маленькая группа также количество спикеров то есть кто может скажем так вещать в зуме это все участники конференции могут представлять свое видео звук общаться в скайпе аналогично а на вебинар руб бесплатной версии доступен только один спикер то есть как сейчас вот я только студенты будут вас видеть и слышать а вы не сможете видеть и слышать ваших студентов естественно на всех этих платформах есть чаты для общения есть возможность демонстрации экрана вашего компьютера если вы хотите что-то дополнительно показать какую-нибудь таблицу рисунок график при проведении мероприятия при этом на вебинар руб необходимо установить дополнительное по что тоже немного осложняет работа с этой платформой у всех этих платформ есть мобильное приложение у всех этих платформ достаточно легко быстро начать собрание вот и да такой интересный момент что означает запланированные собрания вот да как раз об этом если говорить о скайпе то когда как проходит процесс связывания связи то есть вы открываете скайп вы выбираете контакты которым хотите позвонить и начинаете звонок то есть у вас нет возможности в скайпе завести какое-то мероприятие скажем на завтра да что завтра в 12.00 будет занятие и отправить эту ссылку и чтобы завтра в 12.00 об этом это увидели студенты и подключились к этому мероприятию вот как раз на вебинар ру такая возможность есть собственно этот вебинар мы заранее запланировали мы заранее прислали вам ссылку вы заранее зарегистрировались и заранее были уведомлены что сейчас скоро все начнется такая же функция есть и на платформе зум и еще один важный момент я его в этой таблице не указал очень важен при дистанционном занятии все-таки визуальный контакт с студентами чтобы вы видели студентов так будет проще психологически проводить занятия проще как-то морально когда видна аудитория когда видна их реакция на ваши действия поэтому в зуме вы будете видеть своих студентов в скайпе вы тоже будете видеть своих студентов а вот на вебинар ру к сожалению не будете вот на текущий момент я вас не вижу ну что ж переходим к практической части давайте представим достаточно пессимистичный сценарий что у вас нету прямых контактов со студентами скорее всего у вас есть только контакт старосты у вас нет подготовленных электронных материалов и у вас нету платформы для проведения занятия то есть вы никогда этого не делали и сейчас мы как раз это все дело разберем я буду демонстрировать экран по каждому из этих пунктов так идет показ экрана отлично начнем с создания чата начну демонстрация как создается чат в контакте то есть мы заходим в сообщение нажимаем кнопку начать беседу внизу вводим название беседы это у меня будет я сегодня буду раз преподавать программирование для наших программистов что очень актуально когда так как платформа упала и создать беседу собственно в эту беседу вы сможете приглашать своих студентов как это сделать заходим вот в это меню добавить собеседников секундочку вот в настройки группы мы заходим ссылка на беседу копируете эту ссылку и отправляете вашим студентам если у вас только контакты вашего старосты 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 группы то отправляете эту ссылку старости и просите чтобы она пригласила всех оставшихся студентов как это происходит в ватсапе ватсапе необходимо создать новую группу пригласить пригласить туда старосту название группы ввести название группы отлично вот наша группа создалась опять же заходим в настройки группы и вот пригласить по ссылке копируете ссылку и отправляйте старости чтобы она добавила студентов я сейчас как раз это и сделаю по ссылке пока студенты набираются в нашу группу сейчас они сделают это достаточно оперативно а вам я предлагаю этот шаг сделать на ранних этапах за несколько дней до занятия чтобы группа постепенно набралась что ж теперь мы переходим к подбору материалов вот наш тестовый сайт как и говорил я буду именно на тестовом показывать во-первых нам нужно войти в систему я использую вход через социальные сети отлично все я авторизован так как мы будем вести программирование поищем материалы по программированию и поставим пункт с медиаматериалами мне нужны учебные материалы с медиаматериалами вот отлично у нас есть курс основы программирования программирования инженерных технологий сложных систем так ну я буду использовать вот этот материал для этого я хочу добавлю эту учебник в новый гибкий курс то есть под обложкой здесь должна быть обложка есть кнопка добавить в гибкий курс я создам новый отлично курс добавлен книга добавлена в курс мы видим что стоит галочка так посмотрим еще некоторые материалы так линейное программирование с видеоматериалами отлично и вот этот курс я также добавлю свой гибкий курс программирования юрайт вот теперь я перейду к редактированию моего гибкого курса это можно сделать нажав вот на кнопочку редактировать либо зайти в личный кабинет раздел преподавателю под раздел гибкие курсы вот он наш курс сейчас он скрыт его никто не видит начнем его редактировать так вот они два учебника которые я добавил к моему курсу осталось добавить главы из этих двух учебников так основы программирования мы выбираем вот эти две главы вот эти четыре главы я буду в своем курсе преподавать студентам и также из линейного программирования я их исключительно только ознакомлю с первыми двумя параграфами все вот появились все пункты нашего гибкого курса которые будут видеть студенты публикуем данный курс сейчас загрузится все курс опубликован вы также можете сформировать рабочую программу по этому курсу в нем будут указаны исключительно те главы параграфа которые вы указали в содержании курса в том числе там будут прикреплены все медиа материалы все видео аудио и тесты так давайте посмотрим как он выглядит вот курс программирования играет создана чернышем иваном викторовичем вот оно оглавление к сожалению так как тестовый сервер текст недоступен вот все тесты все видео материалы в том числе подгрузились в ваш курс ну что ж я копирую эту ссылку и отправляю в нашу группу мы будем учиться вот по этому курсу все теперь студентов есть доступ к данному курсу они смогут быстро к нему перейти и прочитать необходимые материалы также у студента есть возможность выбрать этот курс на платформе сейчас покажу как вот у студента в личном кабинете есть пункт студенту у него есть также подраздел гибкие курсы и у него есть список гибких курсов преподавателей его учебного заведения вот как мы видим есть опубликованный курс программирование you write от Ивана Чернышева и я как студент нажимаю изучить курс вот он курс недоступен я могу из личного кабинета быстро перейти к его изучению такс и переходим к следующему важному пункту это использование платформы зум так сейчас я быстренько перейду в чат смотрю появились ли какие-то вопросы так студенты должны пройти регистрацию на юрайт да студенты должны пройти регистрацию и таким образом они получат доступ ко всем материалам нашей платформы в рамках текущих изменений и перевода всех учебных заведений на дистанционное образование так преподаватели в списке только те у кого вузы зарегистрированы системе юрайт и как по-другому найти в нашей системе есть все вузы я скажу так поэтому если вы как преподаватель зарегистрировались и указали вуз в котором вы преподаете то студент точно так же может зарегистрироваться и указать вуз в котором он учится и поэтому вы сможете легко найти друг друга используя платформу юрайт так хорошо я перехожу к следующему пункту о форме зум так вот я рекомендую скачать и установить приложение на компьютер приложение можно скачать по адресу зум точка ю с я отправил внизу страницы есть загрузить пункт вот и клиент зум для конференции вот его необходимо загрузить скачать установить и когда вы его запустите вы увидите вот такое вот окошко самое интересное что студентам не обязательно регистрироваться в этой системе чтобы войти в вашу конференцию им будет достаточно установить нажать кнопку войти на конференцию и указать идентификатор идентификатор который вы отправите чтобы подключиться к вашей платформе сейчас я покажу как это сделать я войду в систему можете нажмите кнопку зарегистрироваться если у вас нету аккаунта все достаточно просто необходимо указать адрес электронной почты собственно и все вам на на почту придет ссылка для подтверждения где вы перейдете по ссылке укажите пароль и сможете пользоваться данной системой я войду своего пользователя вот как вы видите можно создать достаточно быстро новую конференцию сразу либо запланировать конференцию как раз что мы и сделаем то будет у нас 1 занятие 1 1 и write bit дата начала то есть мы проведем сегодня буквально через 5 минут это в 14 30 продолжительность примерно 30 минут вот и теперь вы можете настроить что это повторяющаяся конференция пароль пароль не требуется видеоизображение у организатора необходимо включить у участников необходимо включить звук оставить выбранный звук телефона и компьютера также данное событие добавится в календарь либо outlook либо google либо другие календари советую включить зал ожидания чтобы студенты могли подключаться к занятию еще до того как вы его нашли как вы в него зашли и начали данное занятие чтобы они немного заранее могли прийти в онлайн-комнату и дождаться уже вас там включить вход раньше организатора так и лучше поставить выключить звук участников при входе чтобы не было достаточно такой серьезной какафонии потому что 20 студентов могут начать разом говорить и вы друг друга не услышите сделать отключенными а потом при необходимости когда вы будете задавать вопросы вы сможете попросить их поочередно включать звук чтобы они ответили на вопрос запланировать идет планирование пока идет планирование появились ли какие-то вопросы какая из платформ на ваш взгляд самая удобная и практичная как для преподавателя так и для студента для проведения дистанционных занятий и я считаю что зум самая практичная платформа так ну что ж наше событие создалось запланировано запланированные конференции вот как мы видим занятие номер один программирование you write it вот он идентификатор конференции вы можете студентам послать вот этот идентификатор и тогда они смогут скачав приложение нажать войти в конференцию указать этот идентификатор и подключиться либо копировать приглашение и отправить им в чат который мы недавно создали вот как мы видим у нас уже появилось раз два три четыре пять шесть семь студентов отправляем им ссылку на подключение к конференции и сейчас мы начнем конференцию нажимаем начать и дождемся наших студентов можете включить видео на текущий момент я не могу включить свое видео потому что я использую камеру для платформы вебинар ru вот как мы видим у нас уже пять человек вошли в нашу конференцию так 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 вопросы в платформе зум бесплатный доступ рассчитан на определенное время или требуется оплата при регистрации а при регистрации оплата не требуется у них ограничения по бесплатной версии это 40 минут длится конференция но сейчас я услышал информацию сегодня что на время как раз таки перевода учебных заведений на дистанционное обучение они сняли этот лимит то есть сейчас занятие не ограничено по времени зум надо скачать как как программу я советую скачать как программу так будет удобнее ее пользоваться и быстрее находить сколько по времени может быть конференция бесплатно я уже сказал что сейчас она может длиться неограниченное количество времени так зал ожидания мы всех приняли вот мы видим наших студентов верхней части экрана ну что ж студенты мои андрей скажи ты подготовился к занятию сейчас вот ты подготовился вот отлично он подготовился все я думаю все его услышали спасибо тогда мы начнем наше занятие и собственно товарищи преподаватели таким образом вы сможете общаться со студентами все андрей ты можешь отключить микрофон я буду дальше вещать а таким образом вы сможете общаться со своими студентами причем имея визуальный контакт со студентами а здесь также есть чат в который вы можете скидывать дополнительную информацию необходимую студентам при для изучения материала на время лекции вот такой вот интересный инструмент да такой взрослый студент у меня так сейчас посмотрим ваши вопросы можно ли скачав зум на один компьютер заходить в нее с другого да конечно конечно ну конечно надо будет установить зум на оба компьютера но зарегистрироваться можно с любого компьютера и зайти потом с любого компьютера по тому емейлу и паролю который вы указали при регистрации и подтверждении почты видео тормозит да возможно из-за того что сейчас достаточно большой поток идет видео и на вебинар и идет обработка экрана и идет обработка изображений самого зума связь со всеми студентами их изображений поэтому вполне вероятно что картинка на вебинаре может немного подтормаживать ну что ж я закончу со своими студентами занятия и собственно попрошу их сделать домашнее задание сделать самостоятельную работу которую я пришлю им в группе так что студенты к следующему занятию пожалуйста выполните все необходимое передано вам в нашей общей группе все студенты до следующей до следующего занятия собственно нажимаем завершить конференцию вот таким вот образом мы провели на текущий момент достаточно коротенькое дистанционное занятие что по поводу домашнего задания как я уже говорил в нашем созданном гибком курсе есть тесты и конечно мы попросим их пройти этот тест можно скопировать ссылку таким вот образом нажать правую кнопку мыши копировать адрес ссылки и сейчас мы нашим студентам самостоятельную работу самостоятельную работу вот обязательно попросите студентов отправить вам результаты теста через платформ как это делается будучи на образовательной платформе студенты нажимают пройти тест проходит тест я сейчас не буду на все отвечать получает свой результат к сожалению я немного схалтурил и не ответил ни на один вопрос и нажимает кнопку поделиться результатом и здесь он выбирает одного из своих преподавателей либо указывает ваш адрес электронной почты и вам придет уведомление на почту о том что с вами поделился студент тестом и вы сможете посмотреть его результат ну я отправлю самому себе у меня уже есть история Иван Чернышев получит этот тест результаты теста отправлены а вы как преподаватель сможете посмотреть результаты теста ваших студентов для этого необходимо зайти в личный кабинет раздел тесты на вкладку результаты студентов вот здесь есть несколько вариантов группировки тестов то есть группировка по тестам то есть мы сможем узнать кто проходил вот этот конкретный тест из учебника основы медицинских знаний как мы видим проходил один студент и его результат 33 балла из 38 это всего 7 процентов за две попытки и проходил он этот тест 25 октября 2018 года вот в данном тесте побольше студентов прислала результатов вот вот их результаты и даты прохождения есть тут есть фильтрация по названию теста то есть у нас был тест алгоритм и алгоритм и алгоритмические структуры к сожалению пока таких результатов мне не прислали и второй вариант группировки по студентам то есть вы сможете найти здесь по фамилии, имени, отчеству своего студента и увидеть сколько тестов он проходил и какие это были тесты и сколько баллов за сколько попыток он набрал и когда проходил этот тест все эти данные вы можете выгрузить в excel чтобы дальше с ними работать может быть немного более удобным для вас формате ну что ж я закончил свой вебинар свою часть по проведению дистанционного занятия таким образом как мы решили проблемы преподавателя в самом пессимистичном варианте когда у него нету прямых контактов со всеми студентами мы создали чат для общения группы передали ссылку для подключения к чату старости староста помогла позвать всех студентов в эту группу чтобы вы смогли общаться давать домашние задания давать самостоятельную работу и также давать ссылки и приглашать их на дистанционное занятие ну можно сказать ну онлайн онлайн занятия как найти электронные материалы я также показал что используя платформу U-Write 9000 учебных учебников по более 7000 дисциплинам можете их компоновать группировать как вам хочется включать на полную ваше педагогическое творчество из сложных учебников убирать сложные главы подстраивая их под уровень ваших студентов либо наоборот вы можете создать два гибких курса на группу один гибкий курс будет упрощенный по основам а второй курс углубленный и таким образом отличники смогут глубже погружаться в тему ну скажем так средние студенты смогут ну в принципе изучить ваш материал плюс в гибких курсах советую использовать первоисточники если говорить о литературе об истории у нас достаточно большой пул легендарных книг более 900 по-моему даже уже 1000 легендарных книг используйте их в качестве переисточников гибких курсов и по поводу пункта что у вас нет платформы для проведения мероприятия я показал как пользоваться платформой зум рекомендую ее сейчас наша компания тоже работает в дистанционном формате поэтому мы также используем зум для совещаний для метапов для дистанционного общения когда необходимо не пообщаться с человеком не татататат а группой это достаточно удобно сейчас я отвечу на появившиеся вопросы пожалуйста и задавайте их в разделе вопрос у вас должно быть в верхнем правом углу я попробую сейчас ответить на все что накопилось так вы иван непрерывно повторяйте все повторяйте что сейчас делаете то что говорите предлагает что кто-то и что-то видит возможно у кого-то были проблемы с отображением видео так следующий вопрос в пятницу на прошлой неделе тестировала зум время бесплатной работы системы при количестве более трех человек всего 40 минут что-то поменялось за это время да буквально сегодня появилась информация что они убрали это ограничение в связи с переводом все скажем так не только образовательные учреждения но и многие компании на дистанционную работу они ограничили сняли это ограничение я еще не успел проверить у нас не было таких долгих совещаний но я постараюсь проверить и возможно даже раньше проверите вы не приучим не приучим ли мы студентов к тому что они образно говоря будут кушать а не ловить рыбку ну я бы так не сказал потому что такой формат он больше похож на формат смешанного обучения когда есть ну можно сказать практически очные занятия с преподавателем единственная разница что вы находитесь не в одной аудитории а в разных аудиториях но тем не менее друг друга видите имеете визуальный контакт со студентами они видят вас вы видите их видите чем они занимаются вы можете с ними общаться с каждым студентом поэтому это немного даже другой формат отличный от онлайн курсов где студент смотрит записанные видео и общается с преподавателем практически только по чатам и форумам здесь достаточно живое общение как на очных занятиях поэтому я не думаю что мы научим их только кушать а не ловить рыбку к тому же проводилось достаточно много исследований и исследования показали что смешанное обучение равносильно очному обучению какая из платформ на ваш взгляд самая удобная и практичная для преподавателя так и для студента если говорить о проведении дистанционных занятий то это платформа зум если говорить о материалах то я не могу не сказать про юрайт мне кажется мы стараемся сделать максимально удобные сервисы как для преподавателя так и для студента и сейчас во время такого быстрого бурного перехода учебных заведений на дистанционную форму обучения мы стараемся максимально быстро выпустить новые инструменты чтобы вы могли максимально эффективно взаимодействовать друг с другом чтобы и студенты могли знакомиться с учебными материалами чтобы преподаватели могли манипулировать управлять учебными материалами и чтобы студенты с преподавателями могли взаимодействовать через платформу находить друг друга даже если нету контактов для связи можно ли скачать зум на один компьютер заходить с него другого да я уже отвечал можно будет если ограничение сколько в зум день можно проводить конференции нету таких ограничений нет сколько угодно скажите удобно ли использовать гугловский хэнгаут для видеоконференции или зум лучше удобнее честно скажу хэнгаут я как-то не использовал на практике я слышал но все мои потребности закрывали скайп и сегодня зум как загрузить файл для скачивания в зум интересный вопрос сейчас мы попробуем чат вот мы переходим отлично я увидел как когда вы начнете конференцию вам необходимо перейти в чат и там есть такой пункт файл можно прикрепить файл с компьютера и отправить его по чату зум всем участникам а удобнее чат вк или ватсапе на ваш взгляд они одинаково хороши тут все зависит от того где все таки ваши студенты живут через какой мессенджер в социальную сеть они общаются я в качестве вк выбрал потому что это достаточно популярная платформа среди студентов на фейсбуке достаточно мало студентов но тем не менее ватсап мне кажется этот мессенджер есть у всех по крайней мере студентов поэтому простраивая работу через ватсап мне кажется вы не прогадаете конечно у вконтакте есть свои дополнительные можно сказать фишечки можно создать не просто чат для общения можно создать сообщество закрытое куда пригласить студентов и где можно также дополнительно вывешивать материалы создавать платформы для общения и в том числе общаться но мне кажется для максимально быстрого взаимодействия информирования необходимы именно сообщения потому что чтобы узнать что произошло в сообществе студенту необходимо будет зайти в это сообщество и посмотреть обновления а если говорить о мессенджерах о чатах вконтакте о ватсапе то информация доходит молниеносно вы сразу видите что что пришло сообщение и готовы на него отреагировать как в зуме можно показывать картинки презентации на экране для всех студентов у зума есть функция демонстрации экрана как я уже инструмент похож на то как я делал сейчас на платформе вебинар.ру внизу на платформе зум есть скажем так панель управления где вы можете включать-выключать микрофон включать-выключать видеокамеру показывать или скрывать свой рабочий стол причем можно даже передать управление рабочим столом через зум что тоже интересный вариант если у вас например какое-то задание интерактивное которое необходимо сделать на вашем рабочем столе можно передать управление студентам и они это сделают как бы на вашем компьютере можно сказать результаты уже будут сразу у вас и не беспокойтесь вы в любой момент можете отключить эту функцию если студенты полезли не туда в чем минусы скайпа минусы скайпа в том что нету запланированных событий как я уже говорил то есть чтобы начать такое занятие нужно прямо сейчас всех позвать чтобы все были в скайпе онлайн а с платформой зум вы можете запланировать события скинуть ссылку заранее и зайти в нужное время в конференцию и увидите что вас уже там ждут ваши студенты есть ли у Moodle возможность проводить вебинары да у Moodle есть разные типы элементы курса в том числе по моему они интегрированы с Webinar.ru то есть там можно создать такой элемент курса как Webinar и использовать этот элемент курса но я такого ни разу не делал если говорить о Moodle то наши учебные материалы также в него интегрируются то есть вы можете создать элемент курса внешний источник и там указать наши книги и они будут открываться прямо в окне Moodle встроенные тоже интересный вариант Иван тесты привязаны к конкретному учебнику а если преподаватель хочет использовать свои тесты может ли он это сделать нет на текущий момент на платформе можно использовать только тесты находящиеся уже на платформе эти тесты разработаны нашими авторами нашим методическим отделом мы постоянно контролируем их их релевантность их дискриминативность их эффективность контролируем наличие там ошибок и в случае необходимости мы их правим отправляем на доработку авторам то есть я бы доверял нашим тестам они достаточно качественные по по крайней мере по той цели для которых мы создавали наши тесты больше подходит для формирующего оценивания то есть это оценивание как обучение то есть проходя тест студент знакомится с материалом и после прохождения теста студенту выскакивают подсказки в каких темах у него есть пробелы и со ссылками на конкретные страницы учебника то есть он сможет быстро ознакомиться с материалами и пойти и пройти потом тест повторно достаточно ли зум для организации онлайн занятия ну как я сказал тут для проведения занятия нужно несколько элементов то есть нужно постоянно место где вы сможете постоянно и быстро оперативно общаться со студентами нужны электронные материалы так как все-таки онлайн обучение нужны некоторые онлайн сервисы по предоставлению материалов то есть их нужно подготовить и зум это исключительно платформа для взаимодействия для проведения занятий то есть занятия длится всего несколько минут несколько десятков минут час небольшим а обучение идет и вне рамках этого занятия поэтому надо использовать зум вместе с другими сервисами можно 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 во время вебинара студенты пришлют ответы и тут же в личном кабинете на платформе юрайт увидеть результаты тестов ваших студентов и на занятии разобрать эти результаты те вопросы на которых возникли сложности и там подобное что вы можете посоветовать преподавателям иностранного языка преподавание языка отличается преподавание других дисциплин я к сожалению не совсем компетентен в вопросе преподавания иностранных языков возможно вам есть резон использовать в том числе такие платформы как skyeng у них по-моему даже бесплатно открыты материалы то есть у них платные занятия с преподавателем а зарегистрировавшись можно получить доступ к материалам по грамматике и всему остальному можно в качестве материалов использовать skyeng таким хитрым образом либо можете в том числе использовать нашу платформу у нас кстати есть по иностранным языкам аудирование то есть аудиозадание тоже советую использовать можно ли повторить вебинар еще раз если вы имеете ввиду о сегодняшнем то я думаю мы повторим плюс мы будем еще записывать видео о разных инструментах если вы говорите о вебинаре который вы проводите со студентами то да и как я говорил в зуме можно запланировать повторяющиеся события то есть оно будет с указанной вами периодичностью повторяться и студенты будут в каждый назначенный час собираться для проведения занятия вчера зум выбрасывал каждые 40 минут ну да как я говорил это совсем новая информация что зум снял ограничения 40-минутные поэтому можно попробовать сегодня как оно пойдет таких проблем не должно возникнуть можно ли получить ссылку на предыдущий вебинар прошедших 12 часов так как зарегистрироваться него не получилось да конечно можно все пришлем здравствуйте есть ли возможность создать тест с ограничением по времени выполнения и с возможностью вписывать свой ответ на вопрос по поводу ограничения по времени прям такого функционала на платформе нет но проводя занятия вы можете сказать что вот в 15.00 вы начинаете проходить этот тест я скидываю вам ссылку на тест а в 15.10 мы заканчиваем прохождение этого теста как и говорил в результатах студентов на платформе указано время когда они этот тест выполнили то есть вы сможете посмотреть кто справился за отведенное время а кто не справился за отведенное время и по поводу возможности вписывать свой ответ на вопрос если имеется в виду развернутый развернутый ответ на творческое задание у нас сейчас в разработке такая функция а если имеется в виду там напишите слово которое пропущено в тексте например кстати для английского языка то такие варианты тестов есть у нас тесты имеют по моему девять вариантов тестовых заданий выбор одного из нескольких выбор несколько из нескольких на группировку на перемещение на вписывание ответа в текст очень много разных вариантов заданий можно ли чтобы студенты проходили тесты в режиме онлайн во время лекций или практического занятия и тут же выставить баллы в электронном журнале как и говорил да давайте во время занятия в чат зума скидывайте ссылку на прохождение теста они его проходят делятся с вами результатами и вы в личном кабинете видите все их оценки все их результаты и можете выставить в электронный журнал тесты на вашей платформе привязаны к конкретному учебнику да они привязаны к определенным ну к некоторым учебникам то есть один тест может быть привязан к паре учебников но их нельзя будет как вам как преподавателю платформы перепривязать на другой учебник у вас не получится они заранее у них заранее определено место где они должны быть как присоединяться и пользу использовать презентацию в зум сейчас секундочку ну ну как я говорил вы можете демонстрировать рабочий стол а также можете прикреплять файлы в чат и использовать в общении эти файлы что можете рассказать о teams к сожалению не использовал поэтому не могу проконсультировать там можно делать демонстрацию экрана в зум можно делать демонстрацию экрана у нас осталась одна минута как я понимаю сейчас я быстро постараюсь ответить на все вопросы вроде концу подобрался можно ли отправлять зумные разные файлы можно можно ли загрузить зум видео файл для трансляции чтобы про транслировать его прям всем не уверен надо пробовать не пробовал такого так для утреннего вебинара есть презентации да по всем вебинарам будут все записи все презентации можно ли в зуме провести одно занятие 40 минут выйти на перерыв и потом запустить следующее на 40 минут можно так можно просто сказать что сейчас у нас перерыв отключить камеру и микрофон пойти на перерыв 10 минут а потом вернуться в ту же самую комнату в какой программе порекомендуете начитать оффлайн аудио лекцию с презентацией то есть без видеозаписи лектора и создать таким образом файл для рассылки начитать оффлайн аудио лекцию во первых в каждом телефоне есть диктофон можно записать на телефон и отправить эту лекцию в чат для общения с группой и на компьютере в том числе есть стандартные средства записи звука надо поискать в настройках запись сделать поиск по компьютеру запись звука и должно найтись приложение но у вас должен быть микрофон для компьютера чтобы это сделать все я дальше идут повторяющиеся вопросы целом я постарался на все ответить большое спасибо что пришли надеюсь я вам смог помочь организовать организовать простите уже почти час я разговариваю немного язык начинает заплетаться помог вам организовать вашу дистанционную преподавательскую деятельность смог смог я это выговорить и как говорил приходите наши группы вконтакте и фейсбуке современный преподаватель можете прям в поиске так найти присоединяйтесь и делитесь своим опытом я говорю мы вместе мы победим коронавирус победим эту сложную ситуацию и выйдем победители студенты не потеряют своих знаниях а преподаватели только получат очень интересный и важный в современном мире опыт все спасибо всего доброго до скорой встречи и до скорой встречи и до скорой встречи